Как прекрасно, что у нас дружная есть семья. Сегодня я бы хотела рассказать вам о том, что я узнала какое-то время назад и испробовала. Я люблю делиться тем, что я верю, работает так или иначе. Конечно, в вашей жизни знание, которое, возможно, у меня проявляется одним образом, в вашей жизни оно будет проявляться другим образом. И сегодня тема, о которой я хотела бы вам рассказать, это «10 качеств зрелой Личности». В своё время для меня эти 10 качеств явились таким компасом, путеводной звездой. «Куда идти и как идти?» И путь продолжается и будет продолжаться, потому что взросление — это очень медленный процесс. А чтобы стать зрелой Личностью, недостаточно приобрести знания и быть умным человеком. Хорошо учиться на опыте других людей. И очень важно иметь свой личный опыт, чтобы быть мудрым человеком. Мне кажется, умный человек приобретает много знания, а мудрый человек знает, как это знание применить. Человек зрелый считается, принимает критику. Это первое качество эмоциональной, духовной зрелости, когда человек, слушая критику в свой адрес, может чётко определить, что это мнение другого человека. Это не я. И не старается доказывать обратное, спорить, оправдываться, выяснять. В этом случае очень важно понимать, что есть общение разного уровня. Есть общение, которое я называю дружеское, зрелое общение, когда люди понимают границы. Это что человеку нравится, что человеку не нравится, как с человеком общаться. Люди чутко чувствуют друг к другу и бережно относятся друг к другу. И в этом случае, конечно, формируется такая безоценочная доверительная атмосфера, где критика выступает как конструктивный совет или мнение со стороны, о котором просят. Есть такое понимание «непрошенный совет» и деструктивная критика. И тогда мы можем посмотреть, кто рядом с нами. Это наш друг или это человек, который нас использует. И чаще всего люди, которые дают деструктивную критику, непрошенные советы, это считается психологической манипуляцией. И тогда мы можем посмотреть и сделать для себя выводы, как мы с этим человеком будем общаться. И тем не менее мы знаем, как взрослые, зрелые личности, что бывают ситуации, не со всеми людьми можно обговорить, не со всеми людьми можно договориться. И тогда, когда в наш адрес поступает критика, непрошенный совет, человек выражает своё мнение в момент, когда его об этом не спрашивают, мы понимаем, что сейчас настало время нам среагировать по-взрослому. И это мы таким образом делаем, что мы себе внутри говорим, «Это мнение человека, это не я». А человеку мы можем сказать слова, которые для него будут звучать, как признание его права на то, чтобы быть самим собой. И эти слова звучат «Да, возможно, вы правы». Тем самым мы не подчёркиваем, что мы согласны с человеком, мы не говорим, «Да, я согласен с тобой», «Да, вот это так, как ты говоришь». Мы говорим, «Возможно, вы правы». И человек на другом конце, наш оппонент, наш собеседник, получает подтверждение того, что его уважают, и ему предоставляют возможность быть тем, кем он есть. А для себя мы, конечно, делаем вывод, ну, как взрослые люди, да, что, возможно, человек сейчас тревожится, или, возможно, человек на какой-то фазе развития, который ему предстоит ещё пройти, и что-то с ним происходит, что к нам совсем не относится, и это вообще не про нас. Второй критерий — это человек взрослый, зрелый, а лично следит за своим языком, понимая, что каждое слово имеет вес, каждое слово имеет значение, каждое слово имеет свою энергетику, и слово может созидать, либо слово может разрушать. И это тоже один из показателей того, чтобы посмотреть на себя, что исходит из моего, из моих уст, и для чего я это говорю. Третьим критерием зрелости личности считается то, что человек умеет принимать свои чувства, проживать их, осознавать, и это значит уход от родительских запретов, от стереотипов мышления, от сценариев, которые были приобретены до 18 лет. И здесь я хочу от себя сказать, что, по моему мнению, это самый важный и самый трудоёмкий, самый такой кропотливый процесс для каждого человека — научиться принимать свои чувства. И здесь что хотелось бы сказать. Много написано хороших, добрых книг и много онлайн информационных ресурсов, которые можно прочитать, обдумать, проанализировать. И, наверное, в каких-то ситуациях определённым людям дано устроить такое перевоспитание внутреннее. Тем не менее, доказано и опробовано на мне, моих близких, моих друзьях, что большое значение имеет поддержка человека-профессионала, человек, который имеет образование и плюс сам прошёл или прошла терапию. Это два очень важных аспекта, которые необходимо нам знать, когда мы обращаемся за поддержкой к психологу или к психотерапевту. Ведь часто такая фраза ходит, как мнение человеческое, что да, эти психологи. Это действительно имеет место быть. Одна из причин, там есть некоторые другие причины, но одна из причин, потому что человек является непрофессионалом своего дела и отрабатывает на своих клиентах или клиентках свои вот эти родительские запреты, стереотипы мышления, раны детские. Необходимо узнать, есть ли у человека диплом, то есть официальное образование, сколько у человека опыт работы и есть ли у человека сертификаты, лицензии для работы определенным способом, а также проходит ли профессионал сам супервизию или консультации у своих коллег. Я могу сказать, что в свое время, когда я начала терапию, это было после развода, практически 8 лет назад, первые три терапии давались очень тяжело, потому что увидеть, осознать и прожить то, что помогало жить все мои столько лет, и мне казалось, что это моя жизнь, и мне казалось, что по-другому, как еще можно жить. Это был такой сложный, трудоемкий путь, похожий на операцию внутреннюю. Но сейчас, раз в неделю посещая своего супервизора, психотерапевта, для меня это как такое прекрасное путешествие во внутреннюю Вселенную своей Души. И это всегда увлекательно, это всегда информативно, интересно, и то, что помогает мне в ежедневной жизни с моими близкими, друзьями, взаимодействие с людьми в мире и, конечно, с самой собой. Следующий, он как бы вытекает из предыдущего, это критерий того, что у человека, зрелого, взрослого, нет комплекса брошенного ребенка. Есть такое понятие добровольное одиночество. И человек зрелый, он знает, что очень важно питать свою душу, наполнять свой разум, свой дух, находясь один на один с самим собой, с внешней средой, без ощущения одиночества и брошенности. Следующим я бы отметила фактором, критерием, это умение профилактировать стресс. Когда человек настраивается на самого себя, когда человеку самому с собой хорошо, комфортно и нет потребности подтверждать свою значимость, уверенность в себе, что он любим, достоин, важен за счет других людей. Человек сам в себе это, скажем так, выработал, воспитал. Это тоже, конечно, трудоемкая работа, поэтому, мне кажется, она вытекает из предыдущего фактора, как раз проработка запретов и родительских стереотипов, и сценариев. И вот профилактика стрессов у взрослого человека, она идет интуитивно. Человек чувствует, что есть какая-то такая кнопочка, как я называю красная, это такой предел у человека, и он не доводит себя до вот этого предела усталости, раздражения. Человек взрослый себя профилактирует. Такая невосприимчивость к стрессам. И когда стресс происходит, естественно, мир, он двигается, в мире все меняется, и зачастую какие-то ситуации, которые меняются, могут явиться стрессом для тех или иных людей. И когда взрослый человек, он заботится о своей нервной системе, о своем духовном состоянии, о своем физическом теле, он умеет кооперировать, взаимодействовать со стрессом, ему, возможно, будет сложно, понадобится дополнительная энергия, время, чтобы понять, как совладать с этим стрессом, но в этом случае человек, он готов к тому, чтобы перенести определенный стресс или определенные изменения. В этом случае у взрослого есть определенные методики, идеи, наработки, опыт, как себя вдохновить, как себя оздоровить, как себя подпитать и поддержать. И здесь бы хотелось упомянуть, что очень важным является как раз отношение с другими людьми, потому что, когда человек умеет, ему комфортно быть самим собой, он умеет находиться рядом с другими людьми, не меняя, не раздражаясь на человека, который поступает не так, как я или так, как другой человек. И эти два критерия, они как бы взаимосвязаны друг с другом. Человек, которому комфортно быть самим собой, уютно, удобно. Ему уютно, удобно быть рядом со своими близкими и друзьями, не меняя их, не подстраивая под свои удобства, потому что внутреннее состояние довольно комфортное. Даже если есть раздражающие факторы, человек знает о своих пределах, и он умеет свои пределы профилактировать. И тогда взрослые люди, общаясь в такой доверительной атмосфере, могут открыто, напрямую говорить о своих чувствах, не манипулируя, не завуалированно пряча свои послания, думая, что кто-то может прочитать из наших друзей, близких, наши мысли или наши чувства. В этом случае следующим критерием является умение взрослого человека приспосабливаться к переменам, а не раздражаться. Конечно, все мы живые люди, и раздражение — это одно из свойств нашей психики, когда мы это осознаём, когда, как по предыдущим критериям, мы умеем принимать наши чувства, не искать виноватых вокруг. Мы понимаем, что сейчас что-то раздражает нас, и мы несем ответственность за наши чувства. И тем не менее мы умеем приспособиться к изменениям, которые не всегда являются первоначально комфортны для нас, но это умение, которое мы приобретаем уже из опыта своей взрослой и зрелой жизни. И тогда предыдущий критерий плавно перетекает в следующий — это умение перенаправлять негатив в конструктив, в позитив. Это одно из таких чудесных проявлений, как наша психика умеет во всём действительно найти интересное, важное, нужное для нас, то, что нам помогает расти, развиваться и научиться радоваться и благодарить за всё, что с нами происходит в таком доверии и принятии. Следующий критерий зрелой Личности — это способность не только принимать любовь, добро, помощь, поддержку, положительные эмоции, но и отдавать их. И здесь хотелось бы сказать два слова о том, что когда вот в предыдущем критерии мы говорили о таком внутреннем доверии, принятии, мы учимся принимать, мы не делим ситуации жизни на плохое, хорошее, хотя у нас есть своё мнение, и мы его подтверждаем, мы его проживаем, но мы учимся ещё и отдавать. И здесь необходимо понимать мотивы. Мы отдаём от чистого сердца по своему выбору, по своему желанию, или нас внутри что-то заставляет это делать. Стереотип, страх, желание, скажем так, завоевать человека или любой другой мотив, который может явиться своего рода таким обманным, такой обманной маской. И когда человек взрослый понимает, что он отдаёт из своей внутренней щедрости, своего внутреннего желания, то есть это потребность отдавать, отдавать любовь, отдавать время, делиться материальными вещами, и когда у нас мотив вот такого рода, тогда внутри не возникает опустошённости, когда мы отдаём что-то от себя, а возникает просто такая радость, что мы могли поделиться своим изобилием и быть щедрыми людьми. Девятым качеством зрелой Личности является понимание других людей. Когда мы учимся понимать себя, принимать свои чувства, не оправдывать и не обвинять свои поступки, свои мысли и свои действия, мы видим себя теми, кем мы являемся и принимаем, мы не стараемся выглядеть, не пытаемся как-то себя перевоспитать, а позволяем себе учиться собственного опыта, тогда это помогает нам понимать других людей. И понимание — это действительно есть разница, когда мы фантазируем, из-за чего человек так сказал, из-за чего человек так сделал, а есть понимание как интуитивное ощущение, такое интуитивное знание. Мы просто понимаем, мы знаем, что человек вот так среагировал, потому что... И мы умеем поговорить с человеком откровенно, напрямую, выслушать его, или приняв, может быть, не всегда люди хотят разговаривать, но приняв во внимание качество Личности, мы знаем, как как раз вот это и есть изменение, как, скажем так, адаптировать себя в общении с другими людьми, понимая, что является причиной такого или иного поведения или поступка. И, конечно, все эти девять пунктов помогают нам быть любящими людьми, уметь любить. Ведь умение любить — это такое путешествие длиною в жизнь, когда мы понимаем, как любить другого человека, что любовь значит для него. Мы понимаем, что будет любовью по отношению к нам, и мы умеем сказать об этом. И тогда наша жизнь, она приобретает глубокий смысл, потому что, живя каждый день с любовью, мы становимся зрелыми, мы развиваемся духовно, конечно, мы становимся более здоровыми и счастливыми. И я нас всех вдохновляю, чтобы каждый день для нас был день, возможность повзрослеть, стать зрелой духовной Личностью и научиться любить. Продолжение следует...